Привор стоял, тут получается целый поток стоял. Мы приближались, я подъезжал. Получается, слышу взади виска тормозов, ну и все, смотрю взади в зеркало. Он получается, ну руль влево выкрутил, ударяет меня боком, и я догоняю, соответственно, его. Кажется, что в этой ситуации все вполне очевидно. Даже по расположению 14-й видно, что в момент торможения машина двигалась Юзом. Причиной этому стала ее скорость и небольшая наледь на дороге. Авария, в общем-то, вполне рядовая, вот только дальнейшая реакция возможного виновника вдруг изменилась. Причем уже после составления схемы ДТП и визита в ГАИ. Да, он вину признал, там же получается, человек вину признает, мы можем ехать в ГАИ, там оформляться. Мы бы уже, наверное, сейчас оформились, дома бы разъехались. Приехал отец, нет, вину не признаем, поехали обратно. Нам там, который инспектор сидит, он говорит, едите, говорит, обратно. Допустим ли подобный случай в рамках существующих правил, сказать сложно. В итоге участникам аварии пришлось вернуться на место, где все произошло. Однако и на этом все не закончилось. По рассказу очевидцев, участники группы поддержки водителей 14-й пытались порвать ту самую первую, подписанную им схему ДТП. Дальнейшее выяснение отношений едва не валялось в откровенный конфликт.